Здравствуйте! Вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке в студии Светланы Семеркина. В Магнитогорске презентовали новый туристический бренд. В него входят логотип и цветовая палитра, два слогана «Фотостиль и стиль для социальных сетей». Фирменный стиль помогает презентовать идентичность Магнитогорска и продвигать его туристический потенциал на уровне региона и России в целом. Летом 2022 года было организовано голосование среди жителей по вариантам слогана, который в большей степени подходит городу в качестве туристического. Горожане активно поддержали опрос и поделились своими идеями и предложениями. Самые частые варианты слогана «Стальное сердце России», «Место сильных», «Примагничивайся» и «Город с остальным характером», отметили в администрации Магнитогорска. Логотип включает в себя фирменный знак, три треугольника, фирменную палитру, ключевой слоган «Стальное сердце России». Главные визуальные ключи стиля – герб города и гора магнитная. В Магнитогорске автоледи выехала навстречку и столкнулась с двумя автомобилями. Все случилось на Кирово, в районе дома номер 64. Как сообщает в ГИБДД, женщина не выбрала безопасную скорость движения на повороте и врезалась в два автомобиля на встречной полосе. К счастью, никому из находившихся в машине не понадобилась госпитализация, хотя травму получили два человека из тех авто, в которые врезалась виновница ДТП. Почти 6 тысяч деревьев высадили в Магнитогорске за минувший год. Об этом сообщила начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля городской мэрии Марина Зинурова на аппаратном совещании главы города. Озеленяет уличнодорожную сеть и общественные территории. 670 саженцев деревьев и почти 5 тысяч кустарников. Позеленели и южные районы города, а также ленинские. Там молодыми заменили снесенные аварийные деревья. Продолжили работы по озеленению парка Южный. Высадили 650 крупных деревьев. На очередной обман попались жители Магнитогорска. Женщина думала, что перевела 2,5 тысячи, оказалось почти 100. Горожанка хотела приобрести товар, но для перевода мошенники попросили продиктовать номер карты и телефона для быстрого перевода. А потом и вовсе убедили женщину в задолженности по кредитной карте на сумму 96 тысяч рублей. Потерпевшая продиктовала код из СМС незнакомки, хотя знала, что сообщать его нельзя никому. Обратившись в банк, на следующий день женщина узнала, что с ее кредитной карты списали 91 тысячу рублей. Магнитогорцев приглашают на день открытых дверей в налоговые. Он пройдет 15 декабря с 9 до 20 часов. Главная задача – рассказать жителям про единый налоговый счет. Это новая система учета, в рамках которой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги налогоплательщика консолидируется в единое сальдо расчетов с бюджетом. Нововведение позволит упростить оплату налогов, сэкономить время и избежать ошибок. Исчезнет необходимость перечисления большого количества платежей, объясняет в налоговой. На нее перейдут уже с 1 января. В рамках дня открытых дверей все желающие смогут узнать, что такое единый налоговый счет и какие у него преимущества. Какие изменения ожидаются с 1 января 2023 года. Как изменится порядок и сроки уплаты обязательных платежей. Как будут учитываться и распределяться обязательные платежи. Как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам. Молодой мужчина получил сильные ожоги, пытаясь потушить холодильник в квартире. Бытовая техника загорелась из-за короткого замыкания. Пожар произошел в многоэтажке Магнитогорска. Тревожный вызов МЧС поступил в 11 утра. В одной из квартир из-за короткого замыкания вспыхнул холодильник. Огонь повредил вещи на площади 4 квадратных метра. Также пострадал 29-летний мужчина. Он получил ложок 3-4 степени кисти рук, плечей и живота. Также он получил отравление продуктами горения. Магнитогорские волонтеры побывали в Москве на форуме «Мы вместе-2022». Среди них участники организации «Волонтеры Победы». Магнитогорские волонтеры Победы проводят около 100 различных мероприятий в год. Это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сбор подарков для них к празднику 9 мая и Новому году субботники – патриотические акции. А в этом году присоединились к акции «Мы вместе». Дежурят в координационном центре по сбору гуманитарной помощи и сами участвуют в сборе. Штаб «Мы вместе» также размещен на базе МГТУ имени Носова. Волонтеры, в числе которых не только студенты, принимают заявки на оказание бытовой, психологической и юридической помощи семьям мобилизованных. Международный форум гражданского участия «Мы вместе» состоялся в Москве. На него съехалось около 10 тысяч участников из 89 регионов России и 45 стран мира. На нем отметили активность южноуральских волонтеров. В церемонии награждения принял участие президент Владимир Путин. И о погоде. Сегодня, 12 декабря, в Магнитогорске ожидается внезапное потепление. Пасмурно. Температура воздуха всего минус 5 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Осадков не ожидается. Хорошего дня!